всем привет это известная многим людям из мира хобби зарядное устройство imax b6 фирмы sky rc него сейчас очень много реплик как говорят много копий делают их основном китай да принципе китай хорошая зарядка владею уже больше года заряжает она идти полимерные аккумуляторы литий-металлические литий-ионные никель-металл гидридные никель-кадмиевые и свинцовые принципе заряжаю липушки и заряжаю свинец этими никель-металл гидрид никель-кадмиевые но нигде не используется значит что зарядка меня порадовало все работает работает прекрасно балансируют литий-полимерные аккумуляторы исключение исключительно литий-полимерные внутри вы получите к ней инструкцию всю на английском языке но в принципе понятно эту зарядку в интернете очень много обзоров покажет расскажет как заряжать в принципе все просто с первого раза будет все понятно зарядка идет упакованная пену у меня пена такая осталось потому что я не хочу ли царапки она была красивая блестела незамызганная но я не люблю к вещам плохо относиться потому что люблю покупать вещи все-таки хорош и для дела для работы ну чтоб они не потребно выглядели значит выбираете тип батареи ток напряжение необходимое либо количество банк нажимаете старт и все поехало это балансировочные для липушки это основное питание идет на аккумулятор можно подключить температурный сенсор это для гидридов для кадмия некоторые пишут на липушку что после перед рук перегрелась зарядка дала себе знать и питание от 11 до 18 вольт в принципе многие пытаются использовать аккумулятор от ноутбуков точнее не аккумуляторы на зарядки ноутбуков но не на 19 вольт некоторые пишутся нормально я лично не хочу не не буду можно купить рекомендуемый блок питания это 12 вольт 5 ампер в любом магазине хостовар где продается светодиодная лента и к ней всякая атрибутика блок питания распространены довольно таки меня блок питания монитора от старого правда 12 вольт 4 ампера но он в четыре раза тяжелее чем сейчас продают поэтому для меня он надежнее я большой ток заряда не использую нет необходимости на всякулятор двух трех баночная комплекте зарядкой вы получите еще кое-какие провода это для зарядки аккумуляторов которых нестандартных проводов ну в принципе на свинцовый клемм подключил и будет работать заряжать это вроде как для свечи накала но я не знаю не пользуюсь этот кабель серво разъемом для зарядки аккумуляторов как правило который используется в аппаратуре радиоуправления что полезное это перед основной кабель он втыкается в зарядку и к нему через ты разъем включаются все вышеперечисленные это для мелких аккумуляторов gst и разъем тоже в принципе самый распространенный но много где используется и здесь я его тоже не использую это для питания самого зарядного устройства от любого внешнего аккумулятора там можно автомобиль не можем тоже свинцовый подсоединить и все будет работать далее конечно вы еще докупите вот такой кабель ну или можно его спаять самому это сте 60 всем известный разъем основной аккумулятор который используется и в принципе балансировочные удлинители ну я вижу них плюс то что если например заряжаешь аккумулятор можно его положить на какой-то лист металла или там пакет не дай бог если вспыхнет то это было не около зарядки не на столе ну еще классная штука это тестер заряда в основном лежит на батарейку и батарейку проверить заряда очень удобная вещь программируемость и сигнализатор разряда это для проверки как они хранятся ну подключать и не буду в принципе все знают там на экране все показывается при зарядке показывается налить и ток по всей напряжение по всем банкам показывается сколько миллиампер залито удобная вещь мне нравится могу сказать основная суть этого ролика все вот это вот все это барахло которые у вас не купится потому что блок питания не идет и со встроенным но мне не нравится она низкая версия другая вот все это барахло надо где-то хранить где-то таскать вот он что эта коробочка на ни о чем туда провода то еле влаги какой-то покупать алюминиевый бокс там для этого делают ну по мне так очень дорого платить еще тысячи полторы там две за коробку из алюминия которая сделана очень погано почему я пришел вот такая коробка продается в любых хостовар сделанная думаю на либо в том же самом то и либо где-то в позже здесь 2 это для мелочев например который вы там не используете меня это это вот этот для заряда смешного аккумулятора это сюда мне он не нужен но пусть будет сюда я кладу два балансировочных проводов что я ими пользуюсь и кладу тестер не то тоже очень удобно далее здесь делается вот такой разъем от блока питания от компьютера я его туда вытащил он удачную шуруп крепится вставляется припаивается термоусадка термоклей получается очень хорошо также вклеена перегородка рекламного пластика на термоклей далее берем блок питания подключаем кладем все аккуратно еще нигде не болтается нигде не шарахаться провод инструкция может быть понадобится мало ли что забудете ту же самую зарядку чтоб она не приходила в негодность вот сюда сюда все остальные провода все компактно ничего не болтается по углам не валяется в картонной коробке не хранится капель питания конечно можно взять покороче аккуратно сматывается кладется сюда же все весь аймакс b6 удобной коробки надо использовать открыли достали подключили здесь блок питания заработал здесь вывели сделали отверстие все закрыто все удобно зарядку положили рядышком подключили аккумулятор и заряжаете зарядили также все сложили замотали упаковали и получили коробку можно оставить можно выкинуть еще один плюс скажу оригинальный аймакс здесь у нее сзади есть голограмма на которой стирается защитный слой и на сайте на официальном ее можно пробить если она оригинальная то покажет что все в порядке но пробивается только один раз все всем спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания